Библейский портал экзегет.ру представляет 16 глава книги Иисуса сына Сирахова Я читаю синодальный перевод для библейского портала экзегет Ну и здесь мы видим такие очень разные мотивы В частности, традиционная картина мира Вот как жить, как общаться, как делать друзей себе Как добиваться успеха И одновременно некоторый взгляд с точки зрения Бога Насколько мы можем о таком взгляде говорить Ну и одна из вещей, которые в традиционной картине мира всегда хороши Это многодетность Много детей оставляешь после себя потомство Не желай множества негодных детей Не радуйся о сыновьях нечестивых Когда они умножаются, не радуйся о них Если нет в них страха Господня Не надейся на их жизнь Не опирайся на их множество Лучше один праведник, нежели тысячи грешников И лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых То есть важно не количество, а качество детей И ничего хорошего в том, что у тебя много нечестивых потомков нет Ибо от одного разумного населится город, а племя беззаконных опустеет То есть не продолжится вот это нечестивое потомство Много такого видело око мое, еще больше того слышало ухо мое То есть сам знаю и рассказывали мне Сборище грешников изгорится огонь Как и в народе непокорном возгорался гнев Ну и дальше примеры из как раз писания Как люди неблагочестивые, непокорные погибали Не умилостивился он над древними исполинами Которые в надежде на силу свою сделали с отступниками Очень похоже, что это про таинственные браки сынов божьих И дочерей человеческих в шестой главе книги Бытия Хотя напрямую не сказано Может быть какая-то апокрифическая история О которой мы толком не знаем Не пощадила живших в одном месте с лотом Которым и возглушался за их гордость Ну это Содом, в котором жил лот И который был разрушен Не помиловал народа погибельного Который надмивался грехами своими Видимо это все еще про Содом Равно как и 600 тысяч человек Соединившихся в жестокосердии своем А про 600 тысяч не до конца понятно Весьма вероятно, что это во время исхода События, когда погибали израильтяне во время исхода И хотя бы и один был непокорный Было бы удивительно, если бы он остался ненаказанным Ибо и милость, и гнев во власти его Силен он помиловать и излить гнев То есть Господь наказывает так, что Дети, если они не чистивцы, ничего хорошего Как велика милость его, так великое обличение его Он судит человека по делам его Не убежит от него грешник с хищением И терпение благочестивого не останется тщетным Всякому воздаст Всякая милостыня он даст место Каждый получит по делам своим Он так это навязчиво повторяет Что хочется поспорить и сказать, что далеко не всегда Благочестивые люди благополучны в жизни А грешники, наоборот, наказаны Очень часто бывает наоборот Целая книга Иова об этом Но здесь такая вот нормативная база Вот как должно быть Не говори Я скроюсь от Господа Неужели с высоты кто вспомнит обо мне Во множестве народа меня не заметит И бы что душа моя в неизмеримом создании Вот небо и небо небес Божья Бездна и земля колеблются от посещения его Равно сотрясаются от страха горы И основания земли, когда он взирает И этого не может понять сердце А пути его кто постигнет Как ветер, которого человек не может видеть Так и большая часть его дел сокрыты Какой прекрасный гимн Богу Все бы здорово Но вначале он говорит А я от него скроюсь Я маленький Я такой тараканчик в щелочку забьюсь И вот это все величие помимо меня То есть мало говорить о Боге правильные слова Само по себе это абсолютно никому не нужно Кто возвестит о делах правосудия его Или кто будет ожидать их Ибо далеко это определение То есть он такой великий А мы тут, ну у нас тут свое Все мы тут сами по себе Как-нибудь, ой, что ему до нас Скудный умом думает так И человек неразумный, заблуждающийся Размышляет так глупо Даже не комментирует почему То есть человек для Бога Никогда не слишком мал И всегда интересен Слушай меня, сын мой И учись учений, знанию И внимай сердцем С твоим словам моим Я показываю тебе учение обдуманное И передаю знание точное Ну это очень похоже на книгу притчи Вот такое Наставление перемежает с такими рефренами То есть учись, сынок, я тебе все говорю как есть По определению Господа Дела его от начала И от сотворения их Он разделил части их То есть все устроено по какому-то определенному замыслу Навек устроил он дела свои И начала их в роды их Ну такой вот корявый очень язык То есть у всего есть свое место Они не алчат, не утомляются И не прекращают своих действий То есть некоторые божественные силы в этом мире Они бесплотны, поэтому им не нужно есть Или утомляться Ни одно не стесняет близкого ему И до конца, и до века не воспротивится они слову его То есть эти божественные Как бы мы сегодня сказали Энергии, присутствующие в мире Они остаются в нем И они благотворны для людей Которые созвучны этим энергиям И потом возрел Господь на землю И наполнил ее своими благами То есть даже прежде сотворения мира Они присутствуют в нем Душа всего живущего покрыла лицо ее И в нее все возвратится Очень необычная история о сотворении мира То есть вот здесь мы видим уже непростой рассказ книги бытия Какой-то гораздо более развернутой Вот смотрите Некие божественные силы присутствуют в мире с самого начала И потом живая душа То есть растения, животные, человек Постепенно усложняющаяся жизнь на планете Ну тогда не знали, что это планета Тогда это называли просто землей Вот в результате в гармонии с этими силами Есть ли эта жизнь покорна этим силам Такая сложная космогоническая схема Ну и центрио, конечно, человек Он заслуживает отдельной следующей главы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok